МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк вместе с моими коллегами. Я подведу итоги последней недели апреля. Смотрите в выпуске. Эх, дороги! Во время общения с жителями области Павел Молков ответил на 35 вопросов. В рейтинге. По результатам исследования компании Медиахилс, телекомпания «Город» в общероссийском топе 22-х кнопок. Кандидаты в кандидаты. Единая Россия в Рязани определилась со списками. Дороги, благоустройство и ЖКХ. В топе самых популярных тем обращений к Павлу Молкову. Губернатор вышел с жителями области на прямую связь и успел ответить на 35 вопросов. Об основных темах расскажем далее. Дороги, ЖКХ, благоустройство, а также здравоохранение и уборка мусора. Пять главных тем, которые волнуют рязанцев прямо сейчас. Довольно активно писали губернатору жителей Скопина. Впрочем, две трети всех обращений оказались из Рязани. Как раз отсюда и прозвучал первый вопрос. По ремонту дороги проезда Шабулина. Реконструкция проезда Шабулина уже началась. Приводится в порядок участок от Московского шоссе до Северной окружной. В апреле уже сейчас провели фрезерование. Начали подготовку к переносу коммуникаций. Следом пойдет работа и по Ливневке. Местами будет расширение дороги, освещение, тротуары, велодорожки. Сама дорога, конечно же, вплоть до основания. Объект большой. Работа очень масштабная. Поэтому завершим все осенью следующего года. В целом же региональными властями подготовлен пятилетний план ремонта автодорог. Изменения в подходах к работе, пояснил губернатор. Например, впервые за долгие годы запускаем новый асфальтобетонный завод в Скопине. Он будет производить смеси по самым современным стандартам. С устойчивостью к колейности, к трещинам и прочим. То есть это уже серьезный шаг вперед. Покупаем и запускаем новую технику. Вообще сейчас перенимаем все самые современные технологии, которые только есть. Ездим по другим регионам, с федеральными коллегами советуемся. Все новые подходы, технологии перенимаем и внедряем у себя. Мы даже вообще этот год объявили годом культуры производства на дорогах. Благоустройство еще один из основных приоритетов. Программа поддержки местных инициатив – один из самых результативных проектов. За все время улучшено уже около 900 общественных пространств. По федеральной программе «Жилье и комфортная городская среда» 24. Любой житель Рязанской области старше 14 лет до 31 мая может принять участие в голосовании за объекты благоустройства. Я, кстати, сам тоже уже в этом голосовании участие принял. И центральный парк тоже там есть. Его тоже можно выбрать, можно отдать за него свой голос. Мы уже в центральном парке сделали некоторые вопросы в плане благоустройства. Там где-то привели в порядок входные группы, дорожки, спортивные зоны обустроили, зеленый театр, освещение где-то сделали. Но я очень хорошо понимаю, что этого всего пока мало. Там нужен комплексный подход, единый проект. Мы парк в любом случае будем приводить в порядок. В порядок власти будут приводить и муниципальные автопарки. На покупку коммунальной техники власти намерены потратить 150 миллионов рублей. И вот эту программу по закупке техники для муниципалитетов будем продолжать до тех пор, пока у нас не окажется достаточно техники для уборки всех поселений. Потому что сейчас без автоматизированной уборки, без специальной техники, ну, много не наубираешь. Топ-3 обращений граждан – это работа сферы ЖКХ и управляющих компаний, в основном из многоквартирных домов. Сегодня в регионе их 192, но летом станет меньше. С 1 июня 23 компании свою работу прекратят из этих 192. Часть по собственной инициативе согласились, ну, а часть, соответственно, по решению госжилой инспекции. Мы сразу семи компаниям отказали в продлении лицензии. И вызвано это, естественно, нарушением лицензионных требований. Меняем подходы сейчас полностью. Инспекция очень активно проводит проверки по обращениям граждан. Также по моему поручению уже подготовили рейтинг управляющих компаний. Он формируется с учетом мнения жителей о работе организации. Выстроили методику, критерии оценки. Ну, вот хочу сказать, что сейчас кто оказался в нижней части этого рейтинга, ну, вот для них это явный сигнал, что что-то нужно менять. Отключение света в кольном придется перетерпеть. Идет модернизация электросетей. На Ворошиловке появится новая контейнерная площадка. А борьбу за чистый воздух для Рязани Павел Молков назвал больной темой. Пока что конкретного виновника выбросов не установлено. Телеканал «Город» вошел в число лучших муниципальных каналов страны, представленных на 22-й кнопке. Исследовательская компания «Медиахилз» в своем отчете за март об аудиторных показателях среди городских телекомпаний всех регионов России. В рейтинге по охвату собственным контентом поставила нас на вторую строчку. Мы также в десятке по охвату новостями. А теперь обо всем подробнее. Аналитический отчет компании «Медиахилз» – это такой большой региональный срез всех каналов, расположившихся в российском телепространстве на муниципальной 22-й кнопке. Основная методика расчета, а в кабельных сетях ее применить несложно, – замер просмотров пользователей, которые смотрели телепередачу или телеканал, не менее 20 секунд в день. Объем выборки – 8 с лишним миллионов домохозяйств России. Итак, главные для нас цифры – это прирост охвата телезрителей собственным контентом, то есть телепередачами своего производства. Возрастная категория 4+. В этом рейтинге мы, телекомпания «Город», вторые в стране. Уступаем только Иркутску, но опережаем такие города, как Красноярск, Нижний Новгород, Тюмень и Екатеринбург. В отчетном месяце у нас прибавилась программа, например, совместность с ГИБДД проект «Жизнь и дорога» или «Новости культурной среды» в передаче «Афиша». Кроме того, с нашим зрителем мы всегда в режиме обратной связи, и рязанцы об этом хорошо знают. Основным центром притяжения зрителей для 22-х кнопок являются местные новости, которые формируют 56% охватов телеканалов, заявляет генеральный директор «Медиахилс» Андрей Бояринов. В этой выборке охвата просмотров новостей мы тоже в общероссийском ТОП-10. Впрочем, для нашей небольшой телекомпании появление в этом рейтинге – это уже большой успех. Под охватом новостей аналитики имеют в виду следующее. Количество человек, смотревших новостные передачи телеканала хотя бы раз в течение календарного месяца, выраженное в процентах от населения 4+. Новости на городе выходят 6 раз в день. Хотя бы один из выпусков смотрит практически каждый рязанец. И мы продолжим оперативно реагировать и рассказывать о самых важных событиях в жизни Рязани, чтобы оправдать зрительский запрос. С 22 по 28 мая пройдет предварительное электронное голосование по выдвижению кандидатур от партии «Единая Россия». В единый день голосования, 10 сентября, рязанцы будут выбирать депутатов законодательных органов государственной власти. Прием заявок от кандидатов уже завершен. Подведены промежуточные итоги внутрипартийных праймерис. Основным докладчиком стало председатель Рязанского городского организационного комитета по проведению предварительного голосования. Председатель Рязанской областной общественной организации Российского профсоюза образования. 27 числа закончился у нас прием документов. И сегодня мы подводим предварительные итоги. И можем сказать, что вообще проведение вот этого предварительного голосования это уставная норма партии «Единая Россия». Это действительно единственная партия, которая вот так открыто и масштабно проводит, определяет кандидатов для последующего избрания депутатами. И, конечно, для партии это хорошая возможность увидеть новые лица, знакомиться с их идеями, посоветоваться с избирателями, кого они хотели бы видеть кандидатами, а потом уже и депутатами нашей городской думы. Ну а для избирателей это возможность познакомиться со своими кандидатами, задать им вопросы, услышать их предложения и сказать свои предложения по развитию той или иной территории. Согласно социологическим исследованиям партии, по вопросу о том, каких кандидатов хотели бы видеть избиратели, у людей есть предпочтение к людям дела, которые умеют добиваться результата и которые контролируют данные обязательства. Кроме того, обязательное требование к кандидатам – отсутствие судимости. Одно заявление в регионе отклонено именно по причине наличия судимости. Старт был дан у нас еще 3 марта. Был сформирован организационный комитет, куда вошли 14 у нас человек. Из них 30% – это представители общественных организаций, более 20% – это представители средств массовой информации. Было проведено 13 заседаний организационного комитета. Они проводились в разных форматах, в очном формате, путем совместного дистанционного присутствия и путем проведения заочного голосования. Всего, вот все это голосование у нас и участие кандидатов проводилось по первой модели. Это значит, что участие принять в предварительном голосовании могли как партийные, так и беспартийные граждане Российской Федерации, которые достигли 18-летнего возраста. Охотнее подавали заявление электронно, показывает статистика. Всего принято 302 заявления. Участвовать в Праймерис будет 181 человек. Теперь участники Праймерис до 12 мая должны разместить в личном кабинете на сайте pg.er.ru видеоролики. В одном – рассказать о себе, место работы, деятельности, почему решил стать депутатом. Во втором – что планируют сделать, если изберется в депутаты. 17 апреля началась регистрация избирателей на портале госуслуг для участия в электронном предварительном голосовании. Подать заявку можно до 26 мая. С 26 апреля в Рязанской области объявлен особый пожароопасный режим. Будет запрещен въезд в леса, установленный шлагбаумой. За соблюдение режима отвечают главы муниципалитетов. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Кроме того, по его словам, все работы в районах по благоустройству памятных мест к 9 мая должны быть завершены на этой неделе. Ситуация с лесными пожарами уже сейчас, в апреле, тема номер один. Причем по всей стране. По данным Федеральной авиалесоохраны, за неделю в 39 регионах России ликвидировано 382 лесных пожара. Накануне руководитель ведомства даже выступил для всей страны. С наступления майских праздников ожидается увеличение антропогенной нагрузки на природные территории, вследствие чего могут возникнуть ландшафтные пожары. В связи с чем, хотелось бы обратиться к жителям нашей страны, соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить в майские праздничные дни костры. Для Рязани все это сейчас актуально как никогда. В области таких инцидентов было уже 9. И поэтому, как решил губернатор, административно защита будет усилена. С завтрашнего дня в Рязанской области устанавливается особый противопожарный режим. Запрещается въезд и посещение лесов. Будут установлены шлагбаумы, соответствующие объявления везде размещены. Я глав администрации совместно с МЧС прошу обеспечить эту работу в полном объеме. Прошу информационную работу провести, все до жителей в полном объеме довести, рассказать. И также отдельно прошу глав администрации проверить состояние противопожарных водоемов и подъездных путей. Сегодня по всей стране стартовала акция «Георгиевская ленточка». И сам Павел Молков и часть чиновников ее поддержали. Этот специальный знак в канун Дня Победы волонтеры будут раздавать на улицах. К самому же празднику губернатор обязал отремонтировать и благоустроить все памятные места в области уже на этой неделе. Об этом, возможно, будут говорить и 27 апреля, в четверг, на прямой линии с жителями области, которую Павел Молков анонсировал отдельно. Прошу жителей региона присылать свои вопросы в комментариях и попрошу Елену Викторовну, Центру управления регионом, собрать мне к эфиру все самые популярные темы. То есть по каким сферам, по каким направлениям, где у нас больше всего обращений от людей. По тем же вопросам, которые уже поступили, Павел Молков решил спросить со своих подчиненных. ФАПы в Захаровском и Шацком районах обещают возвести до конца года. А в самой Рязани жителям не нравится асфальтирование у детской поликлиники на Циолковского. По теме ответила Елена Сорокина. Работы, конечно, не приняты, но наши сотрудники, кто отвечает за этот участок, видели недостатки, указали подрядчику на них. Идет укладка еще одного слоя асфальта. И так будет, пока не устранят все недостатки. А еще Павел Молков поднял самую актуальную на сегодня спортивную тему. Состояние газона стадиона «Спартак», из-за которого, к слову, футбольный клуб «Рязань» вынужден проводить свои домашние матчи в соседней Коломне. Как было обещано, в июле игроки выйдут уже на новое поле. Имя Надежды Чумаковой с теплом вспоминают коренные рязанцы, еще заставшие деятельность легендарной градоначальницы. Молодому поколению остается лишь слушать о делах мэра, которая для родного города сделала так много. 29 апреля – день рождения выдающейся рязанки. Передо мной стоял нелегкий задач, но я не скидал задать, я просто работала. Вот, чтобы суметь правильно сказать, сориентироваться в этом штатах. Железная леди, подвижник и даже трудоголик. О Надежде Чумаковой жители нашего города сегодня, накануне юбилейной даты, говорили только в превосходных тонах. Первая женщина – мэр Рязани, второй чиновник в стране, которому поставлен памятник. Ее подчиненные, соратники, родственники и те, кто продолжают дело, собрались сегодня в самом подходящем месте. Между домом, где Чумакова прожила много лет, и памятником, открытым ей 10 лет назад. Каждая улица, каждая тропинка и каждая дорожка в нашем любимом городе помнит Надежду Николаевну Чумаковой. Да, собственно, самый современный город возник при Надежде Николаевне Чумаковой. Она заложила основы многих и многих градостроительных процессов, нормативов, и все развивается по тому, что когда-то было заложено Надежде Николаевне Чумаковой. Надежду Чумакову ценили как отличного организатора. Ее подчиненные рассказали, как умела женщина руководила людьми, ставила задачи и упорно шла к цели. При всем при этом, первый мэр любила шутить и была проста в общении, не выставляла себя на показ и даже ради города принесла в жертву личную жизнь. Она была профессионалом, компетентным человеком, но самое удивительное то, что вот эти знания профессиональные, она получила не в стенах учебного заведения, не за партии, все свои знания глубокие, обширные, она получила в результате самообразования и самое главное, что она никогда не стеснялась учиться у людей, которыми руководила. Впрочем, по словам ее племянницы, в жизни Железная Леди была очень душевной. Любовь Волохова называла ее не иначе, как нежная тетушка Надя. Она все еще помнит ее неторопливую, но уверенную походку, добрую улыбку и плавные движения рук. А еще Надежда Чумакова баловала свою семью деликатесами, ставила музыку из своей коллекции пластинок, заботилась о родных. Когда отдыхали, было очень много музыки, пили песни, читали стихи. И вот эту традицию семейных праздников Надежда Николаевна сохранила. Она очень любила встречать гостей у себя дома. И родственников, и подруг, и близких знакомых, и всегда сама открывала стук. Помимо благодарственных слов в адрес первой женщины мэра, на вечере показали видеорепортаж о жизни Надежды. Рассказывали о главных ее заслугах, о Рязани в годы ее руководства. А в самой библиотеке имени Есенина подготовили фото-выставку о постройке моста Черезаку, за которой многие, благодаря Чумакову и по сей день. Она считала Рязань, Мещерский край душой России. Хотела, чтобы рязанцы любили город, чтобы он для них был самый любимый, самый лучший русский город. Мне кажется, ей это удавалось. Полина Власова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Дорога для самых маленьких в Рязани есть такая для юных участников дорожного движения. На маленьких авто с разметкой дороги по всем правилам дорожного движения. С мая эта дорога снова откроется. В Центральном парке культуры и отдыха работает автоплощадка, где детки могут отработать все навыки безопасного поведения на проезжей части, скажем так, в игровой форме. Здесь все дорожные знаки, дорожки, дорожная разметка сделаны в соответствии с настоящими дорожными знаками, дорожной разметкой. Такая площадка открылась в Центральном парке культуры и отдыха еще два года назад. Как тогда, так и сейчас она напоминает часть улицы города. И не копирует ее, а скорее создает новую со своей инфраструктурой. Здесь школа, перед и после которой пешеходный переход с искусственной неровностью. Рядом железнодорожный переезд, исправно работающий, как и светофоры. Данный проект в первую очередь, конечно же, образовательный, а не развлекательный. То есть здесь могут, конечно, приходить дети вместе со своими родителями. Мы очень часто наблюдали, когда родители весьма грамотно рассказывают своим несовершеннолетним, как правильно вообще себя вести в данной дорожной ситуации. И пусть сам городок доступен для каждого, прокатиться по этим копиям несуществующих улиц получится не сразу. Занятия здесь по записи, при том юных водителей разделяют по возрасту. Сюда приезжают детки из школьных лагерей, проводятся профилактические занятия. На эти занятия даже записываются представители товарищества собственников жилья. А вот записать детей в группы для занятий на площадке автогородка теперь можно через ИС-навигатор и сайт учреждения, в том числе мобильную версию. Спонсор программы «Неделя» – города, выставка, продажа «Икра и рыба Камчатская» в Рязани до 29 апреля у главного входа в торговый центр «Премьер». Никогда не поздно для исполнения мечты. Об этом наш следующий материал. А еще о том, как взрослых уже людей совершенно разных профессий и родов деятельности объединили занятия живописью. Кисть бегает по холсту, палитра переливается самыми невероятными оттенками. В этом зале идет занятие по живописи. Не для детей и не для тех, кто собирается поступать в художественное училище. На уроке взрослые люди – бухгалтеры, учителя и люди самых разных профессий, чья жизнь, казалось бы, никак не связана с живописью. Профессия я закончила радиотехнический институт, тогда он назывался институт. Работала, конечно, по профессии, по специальности много лет. Вот, ну, теперь вот на пенсии имею возможность заниматься тем, что нравится для души. Для этих художниц все началось больше 15 лет назад. Из-за студии рисовать это просто под руководством Ирины Быстровой только начинала свой путь. Сегодня это уже большой клуб единомышленников и даже друзей. А бессменный наставник, вдохновитель, учитель Ирина Быстрова неизменно с ними. Ирина Геннадьевна – это наш все. Это человек, который объединяет нас всех, который уже не просто нам педагог, это уже и друг, и советчик, и к которому можно обращаться по любым поводам. Практически мы, можно сказать, что сдружились уже коллективно за столько лет. И хотя у каждой здесь своя история, все они начинали с нуля, то есть совсем не умели рисовать. Глядя на уже готовые полотна, поверить в это действительно сложно. Этим женщинам не страшно пробовать новое, бросаться в омут с головой и так чувствовать вкус жизни. Увлечений много, это тоже от жадности хватаешься за все. Это значит, надо все попробовать. И куклы-мотанки, и из глины слепить, и там, не знаю, что мы еще, и мозаику сделать, и игрушки вязанные, и прочее, прочее. Все, и живопись по шерсти. Некоторые занялись делом по сердцу с выходом на пенсию, когда свободного времени стало чуть больше. А кто-то кардинально развернул свою жизнь и сменил род деятельности. Профессия бухгалтера, потом захотелось помогать детям, занялась логопедией, а после уже пришло вот это вот творчество. После 30, как бы, все поменялось и стал творческим человеком. Здесь приходят взрослые, которые когда-то мечтали, но не сложилось, например. Не сложилось там. Или в художественную школу не отдали родители, тогда это было сложно, потому что здесь с возрастом... Вот раньше одна художественная школа была на весь город, первая. Это сейчас у нас в каждом районе много художественных школ. Или же это просто была какая-то мечта. Или вдруг хочется дома повесить какую-то картину, ходишь и ищешь, и ее не находишь. В конечном итоге надо что-то сделать. Сейчас занятия проходят в светлой, просторной студии «Винсент», которую, кстати, основала ученица Ирины Быстровой и Наталья Кравцова. Приходят новые желающие, появляются новые таланты. Неизменным остается одно – атмосфера творчества, радости и добра. И настоящие шедевры – кисти женщин, которые смогли. Россия окружена морями и океанами, которые богаты различными видами рыб. Однако до центральной части страны вкусная, а главное – качественная продукция добирается редко. В последние дни около торгового центра «Премьер» настоящий ажиотаж. Там работает выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» до 29 апреля включительно. Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанцев. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская», где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Очень хорошая и вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится, нам нравится очень хорошо. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. Для профилактики и лечения вирусных болезней, которые весной особенно опасны, предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевания протекают у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба, например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Чавыча, потому что там много, а пенька три и микро, и макро, да. По телевидению передавали, что на первом этаже продается Камчатская рыба. Покушать надо. Камчатская вкуснее. Икра тоже вкуснее. Другой камчатский телекатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы, сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д, Е, а также белками, фосфором, кальцием, полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер», рядом с центральным входом. Она будет работать до 29 апреля включительно. На этом у меня все новости. Коллектив телекомпании желает вам хороших выходных. Проведите праздничные дни приятной с пользой. А я, Марина Романюк, прощаюсь с вами до следующей недели. Увидимся в мае. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова